МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире наши новости в студии Ангелина Губайдулина. Сегодня в выпуске. Руководство Березовского района побывало с рабочим визитом в поселке Хулемцун. В Березово прошло 13-е внеочередное заседание Думы Березовского района 6-го созыва. В образовательных учреждениях Березовского района объявлен карантин. Об этом и многом другом смотрите далее и прямо сейчас. Мы продолжаем серию репортажей о рабочей поездке руководства Березовского района по территории муниципального образования. Поселок Хулемцун стал первым в числе так называемых газовых населенных пунктов района. Именно здесь расположена Сосвинская линейно-производственное управление магистральных газопроводов. Подробности в материале Вячеслава Селезнева. Административный центр сельского поселения Хулемцун расположен на реке Северная Сосьва. Газокомпрессорная станция Сосвинская линейно-производственное управление магистральных газопроводов, основанная в 1977 году, послужила началом строительства поселка. А ранее здесь существовала Мансийская деревня. Время течет, равно как и требования к комфорту населения, проживающего в том числе и в данном поселении. Не случайно во время нахождения в Хулемцунте руководства района первым в программе пребывания было посещение возводимого в поселке образовательно-культурного комплекса площадью 7600 квадратных метров. Со слов специалистов, объект построен на 90%. А именно, два этажа стоят под кровлей. Остается спортивный зал, сделана электрическая часть, заведено тепло, часть вентиляции. Школа достаточно в хорошем состоянии. Как бы ждем навигации, ждем, вот сейчас началось, зимник открылся, значит, начнется поставка груза и будем работать в полный рост, в полном объеме. Галина Третьякова в образовании Хулемцунта работает уже 17-й год. Ждет новую школу с 2006-го. По ее словам, на это есть две причины. Во-первых, наша старая школа холодная, и мы там замерзаем. И вторая причина, здесь все-таки мест больше, это более современное здание. И, естественно, возможностей будет здесь больше для детей. Ну и, конечно, живя в маленьком социальном пространстве, и родителям, и детям, и нам всем хочется что-то нового, неординарного, современного. Поэтому мы очень ждем новую школу. Для Александра Шундеева это одиннадцатый по счету крупный объект, в изведении которого он принимает участие. В свое время был в числе специалистов при строительстве Белоярской атомной станции. Освобых сложностей технологического процесса от момента начала работ до сдачи под ключ данного комплекса не наблюдает. Он сборняк, он глиняный кирпич, то есть это самое лучшее, что может быть у нас в проектировании именно таких зданий, сооружений для детей. А в плане инфраструктуры, то есть удаленности, что это конец географии, то есть, конечно, действительно, это очень трудно. То есть эти сроки увеличиваются в разы, как бы, при возведении таких объектов. Следует подчеркнуть, что вопрос строительства объекта образовательно-культурного назначения поднимался на встрече с депутатами Совета депутатов сельского поселения, а также активом поселка. Так как тема оперативного завершения возведения стоит в том числе и на общественном контроле Руслана Проводникова, депутата окружной думы. Де-юра и де-факто Руслан Михайлович, вот он, как лидер этого контроля, он обозначен, Наталья Владимировна Комарова об этом знает. Дальше скажу, Третьякова Галина Владимировна, председатель родительского комитета, то есть вот эта группа-то, она создана депутатам, но святое дело войти туда и смотреть. Но у вас должна быть информация. Информация на то, что мы на объекте разговаривали сегодня на школе, то есть у нас задача с подрядчиком получить реальный график производства работ до, не знаю, крайний срок 5 февраля. Вот выверенные, подвижение материалов, рабочие силы, ну и это такой емкий продукт. На момент посещения стройки на объекте работало более 10 человек. По мнению специалистов, для ускорения процесса возведения комплекса, такое количество людей априори недостаточно. Вот вам для понимания, если у нас количество физической силы людей в зимний период, когда зимники не будет, будет ниже 60 человек, сразу поймите, что мы ничего не решили. Нам должно более 100 человек работать на объекте, чтобы в расчетное это время, 25 декабря текущего года, объект закончен. Все остальное от рукава. 12 человек, которые там сейчас работают, но это не те люди и не то количество, которое может какие-то урадужные надежды нам передать. Ну, честно говорю, дальнейших продлений контрактных началов не будет. Я об этом тоже говорю. На начало февраля этого года в правительстве округа намечено совещание. Ну, вот это, наверное, самая такая контрольная точка, в рамках которой мы с ситуацией будем надеяться, что изменится. Отмечу, что помимо образовательно-культурного комплекса, на встрече обсуждали вопрос строительства нового детского сада. Сегодняшнее дошкольное учреждение введено в эксплуатацию еще в середине 80-х годов прошлого столетия. Среди проблемных моментов его функционирования заведующий отмечает недостаточно утепленный корпус, крыши, требуется ремонт полов. По мнению заведующей детским садом, прямой диалог с главой района имеет позитивный потенциал. Встреча наша была плодотворной. По многим вопросам мы получили ответы. Ну и надеемся, что детский сад у нас лет через пять будет новый. Кроме обозначенных вопросов обсуждали моменты, связанные с транспортной доступностью поселения, развитие ветеранского движения, определяли концепцию дальнейшего развития территории. Основное внимание, конечно, было нашему самому крупному объекту, это образовательно-культурному центру. Мы встречались с активом, с депутатами поселения, с вновь избранным главой Ярославом Викторовичем Ануфриевым, с руководителем ЛПУ, с ветеранами, с лидерами общественного мнения. Также, в том числе и со стороны критики к муниципальной власти, бюджет сельского поселения в 2018 году по расходной части не подлежит никакой критике. Произошел сбой в связи с перевыборами главы. Ошибки мы разбирали очень подробно, отмечали точки роста, как не допустить в текущем году плохого, то что случилось. Говорили о жилищном строительстве, оно необходимо в Холемсунте. Несмотря на отдельные проблемы, в целом же социальный климат в Холемсунте характеризуется, со слов его жителей, как стабильный. Я сюда приехал 4 года назад. Холемсунт – это просто курорт. Настолько здесь хорошие, благоприятные условия для проживания. Мне здесь очень нравится. Люди отсюда, я могу с полной ответственностью сказать, никто не уезжает. Все остаются здесь жить и встречают даже старость. Следующим пунктом назначения в ходе рабочей поездки стало сельское поселение Приполярной. Вячеслав Селезнев, Александр Илесеев, АТВ Березово. В зале заседания администрации муниципалитета прошло 13-е внеочередное заседание Думы Березовского района 6-го созыва. С отчетом о социально-экономическом развитии района за ушедший год, а также о приоритетах развития на 2019 год выступил глава района Владимир Фомин. Так, по мнению главы муниципалитета, основным из таковых является повышение уровня и качества жизни жителей района. Прерогативой в этом вопросе можно назвать увеличение расходов на социальную сферу, а также инвестиционные программы. По одной из таких планируется возведение детского сада на 200 мест в Игриме и реконструкция здания амбулатории также по детсаду в поселке Никсимволь. В целом, значительная часть финансовых расходов в новом году планируется направить на содержание как детских дошкольных учреждений, объектов культуры и спорта, а также строительство, ремонт и укрепление материально-технической базы. Помимо этого, как отметил Владимир Фомин, продолжается реализация майских указов президента страны Владимира Путина в плане повышения заработной платы работников бюджетной сферы. Учителя среднее значение по району 66 900 рублей, воспитателя 59 882 рубля, дополнительного образования педагога в сфере культуры и спорта 68 453 рубля, работники культуры и спорта 44 057 рубля. Подробности заседания Думы смотрите в нашем ближайшем информационном выпуске. На территории Березовского района прошла благотворительная акция «Пожарный извещатель». Участниками данного мероприятия выступили региональная общественная организация «Добровольная пожарная охрана Ханты-Мансийского автономного округа Югры», отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Березовскому району, а также Березовский районный комплексный центр социального обслуживания населения. О целях и задачах акции смотрите в нашем следующем сюжете. Анализ пожаров, происшедших в Березовском районе, их последствий показывает наличие актуальной необходимости обеспечения безопасности мест проживания маломобильных категорий граждан, престарелые, пользующиеся опорно-двигательными аппаратами, слабовидящие и тому подобное, которые в случае возникновения пожара, независимо от времени суток, должны получить оперативную и быструю информацию об опасности. Решением данной проблемы является оборудование жилых помещений автономными домовыми пожарными извещателями, сигнализирующими о появлении признаков горения с максимально быстрой инерционностью и высоким уровнем звука. На территории Березова была проведена, скажем так, благотворительная акция добровольным пожарным обществом автоматического автономного округа Югры совместно с отделом надзорной деятельности, профилактической работы по Березовскому району, а также филиалом Центроспас и Гория по Березовскому району. Суть акции была установление автономных дымовых пожарных извещателей в местах проживания маломобильных и малообеспеченных групп поселения. Датчики были установлены у нас непосредственно в Березово. Значит, данная акция проводится в соответствии с приказом Главного управления МЧС России по автоматическому автономному округу. Нина Ивановна, здравствуйте. Мы к вам прибыли с целью проведения благотворительной акции. Мы хотим поставить вам вот такой пожарный извещатель, который в случае пожара всегда сработает, в случае появления дыма. Такая вещь, она устанавливается на потолке, и в случае возникновения пожара будет вот такой звук. Понимаете? Если, например, пожар ночью произойдет, то тогда в любом случае вы уже проснетесь и будете знать, что делать. При пожаре вы знаете, что делать. Звонить в пожарную охрану, ну и попытаться, конечно, покинуть горящие помещения. Вот. Вот такой извещатель у вас будет установлен. Он будет действовать не меньше двух лет. В случае, если батарейка сядет, он будет там подпискиваться, тогда можно будет просто-напросто батарейку поменять, никаких проблем. Вот такой извещатель для вашей безопасности будет установлен у вас. Спасибо. Вообще, на территории округа оригинальная общественная организация установила более 200 пожарных извещателей, которые работают автономно, могут сигназировать возникновение пожара. Это в Березовском районе мы устанавливали в поселке Игрим, Ванзитур, Шайтанг, саму непосредственно поселок Березово в этот раз. Устанавливали в Березовском районе, в городе Березовске. То есть, вообще, практически в зеленых пунктах. Целью данной акции является улучшение ситуации в Березовском районе в области пожарной безопасности, в том числе предотвращение случаев гибели и травмирования при пожарах граждан, относящихся к маломобильным категориям, увеличение количества жилых помещений, оборудованных автономными средствами обнаружения пожаров, и также информирование жителей о мерах пожарной безопасности и действиях в случае пожара. Почему-то у некоторых людей складывается мнение, что это бесполезное и ненужное мероприятие, что те пожарные защитники, которые будут установлены, они не принесут пользу, хотя на практике, и это доказано временем, это совершенно не так. При установке и работе пожарных защитников было спасено очень много жизней. И на территории нашего округа, если рассматривать в целом нашу страну. Поэтому вот та разработка ученых, которая в свое время позволила разработать и выпустить такие пожарные автономные извещатели, это наоборот дается плюсом. Учитывая, что государством в рамках нормирования строительства на новых объектах такие пожарные извещатели уже устанавливаются в обязательном порядке, и это уже говорит о плюсе их работы. Стоит отметить, что установка таких извещателей для граждан маломобильных категорий в период проведения акции осуществляется на безвозмездной бесплатной основе и только при наличии согласия лиц, проживающих на законном основании в данном помещении. Ангелина Губайдулина, Роман Тягунов, авторское телевидение Березова. В продолжении темы. В Березовской пожарной части в официальной обстановке среди коллег получил свою награду, а именно медаль МЧС России за сотружество во имя спасения, заместитель исполнительного директора региональной общественной организации Добровольная пожарная охрана Ханты-Мансийского автономного округа Югры Иван-Пиричнев. За заслуги и укрепление содружества во имя спасения, многолетнюю плодотворную деятельность в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, оказание существенной помощи МЧС России в реализации поставленных целей и задач. Конечно же, неожиданно для меня. И от своего имени я хочу поблагодарить всех добровольцев Брелского района за честный добровольный труд. Эта награда, конечно же, не обошла их стороной. Я с ними душой, они со мной душой вместе. Я хочу поблагодарить Владимира Петровича за оказанную честь. Буду трудиться реализовать также деятельность добровольной пожарной охраны Брелского района. Хочется сказать, что на сегодняшний день руководство Министерства по чрезвычайным ситуациям страны оценивает большую необходимость развития общественного движения во всех областях, в том числе пожарной безопасности. И вот это награды, они как бы способствуют этому и показывают еще раз о том, что это актуально и необходимо на сегодняшний день. Почему решили наградить именно его? Значит, за организацию работы с добровольными пожарными Брелского района у нас был отмечен ряд пожаров в сельских населенных пунктах, именно в деревнях, где непосредственно принимали участие добровольные пожарные. Причем были они отмечены на уровне округа, то есть поощрены. Вот из-за, скажем так, плодотворной организации работы в этом направлении Перечнев Иван Анатольевич был отмечен данной медалью. Хочу сказать, что на территории Березовского района у нас внесены в реестр 82 лица, все они обучены, и в своих населенных пунктах проводят определенный вопрос. В этом не только тушение пожаров, но и взаимодействие с органами местного самоуправления и проведение профилактических мероприятий. О взаимодействии туроператоров с представителями туриндустрии, о качественном уровне приема туристов. Эти и другие вопросы обсуждались в ходе рабочего совещания по развитию туризма в Березовском районе. Символично, что местом проведения мероприятия стало сельское поселение Сарампауль, как территория наиболее привлекательная для развития туристической отрасли не только в муниципальном образовании, но и в масштабе округа и страны в целом. Подробности в материале Вячеслава Селезнева. То, что в президиуме глава Березовского района, исполняющий обязанности директора департамента промышленности Югры, начальник управления туризма департамента промышленности округа, глава сельского поселения Сарампауль, уже говорила о высоком уровне совещания. Ведь, по мнению участников мероприятия, Березовский район в плане развития туризма – особенно привлекательная территория. Здесь вопрос именно развития туризма. И мы сегодня на данном совещании поднимаем эти вопросы развития туризма. Потому что необходимо где-то повышать качество обслуживания. Необходимо наладить взаимодействие между участниками тур-рынка, этого туроператора и предпринимателями, которые здесь осуществляют свою деятельность. И мы вот с этой целью приехали на данное совещание. И делаем вопросы развития туризма, поднимаем их. Расширить перечень услуг, увеличить объем реализации туристического продукта, позиционировать территорию не только на внутрироссийском, но и международном рынке туристических услуг. Все это вполне реально применительно к Березовскому району в лице, в частности, Сарампаульской территории. К примеру, со слов председателя Комитета по туризму и гостиничному бизнесу Торгово-промышленной палаты Югры Василия Сочилина, каждый регион имеет свои особенности. Для Березовского района это снег, горы, первозданная природа. И если местные жители воспринимают это как должное, то для гостей приезд сюда может стать настоящим позитивным отдыхом. И даже комары, по мнению уже бывавших в северных широтах иностранцев, придают некий шарм колориту отдыха. Перспективы очень большие. Очень большие, как я уже говорил, здесь есть несколько точек притяжения, которые притягивают именно туристов. Это и горы приполярного Урала, это и чистейшие реки, это возможность поймать трофейные экземпляры рыб. Поймать трофейные экземпляры, да и просто с пользой провести отпуск, но только в рамках закона, в границах официального пребывания на туристических маршрутах муниципалитета. Со слов главы района, так называемый серый туризм, если не процветает, то имеет место быть. А это, как следствие, вопросы безопасности самих отдыхающих и моменты, связанные с загрязнением окружающей среды. Скажу вам, абсолютно жестко, время работать в серую абсолютно прошло. Это жесткая установка. Есть у нас возможность, мы мониторим каждого из 11 представителей туриндустрии нашего района. Я очень рад за Бекторш, очень рад за Рутил, очень рад за всех наших уважаемых предпринимателей, но, большое но, вот текущий год – это отбивка. Работаем совершенно в других условиях, в полной дружбе и согласии. Кто это не поймет, но, соответственно, будем общаться с каждым отдельно. Сделают ли туроператоры для себя соответствующие выводы – вопрос времени. Ведя же речь о финансовой поддержке туриндустрии, то округом разработана программа гранта поддержки предпринимателей и уже часть представителей турбизнеса Березовского района ими воспользовались. Вячеслав Селезнев, Александр Елисеев, АТВ «Березово». В образовательных учреждениях Березовского района объявлен карантин. Сроком предположительно на неделю. Причина – превышение порога заболеваемости ОРВИ и гриппом среди населения. Основная цель карантинно-ограничительных мероприятий – снизить распространение заболеваний. Так, в начале текущей недели состоялось заседание Межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии. На нем было принято решение вести карантин в образовательных учреждениях до снижения уровня заболеваемости ниже порогового значения. О том, как работает школа во время карантина, смотрите в нашем сюжете. Гардероб средней школы на первом этаже практически пустой. Висят разве что пара курток, да и те работников Березовской «Альма-Матер». Привычный гул учеников сменился не совсем обычной для школы тишиной. Классики мировой литературы, портреты которых висят на стенах, наблюдают пустые парты. На доске уравнение датируемо 26-м числом. В классе математики также непривычно тихо. Компанию одиноко висящему транспортиру составляют учебники по алгебре за 8 класс. Детей в школе нет. С понедельника 28 января учащиеся начали обращаться с симптомами простуды в школьный медкабинет. Тогда же был объявлен карантин, так как заболеваемость превысила порог в 20%. Предположительное возобновление учебного процесса начало следующей недели. Мониторинг будет проводиться в четверг-пятницу. В пятницу мы принимаем решение по поводу выхода детей или продолжения карантина. То есть будут классные руководители отзванивать детей и еще статистика из больницы. В прошлом году в это время карантина не было. Актированные дни помогли избежать временного прекращения учебного процесса. В 2019-м он, учебный процесс, также не останавливается ни на день. Однако в связи с карантином в учебу вносятся свои корректировки. Работа педагогов, пусть и в не совсем привычном режиме, продолжается. Обучение детей продолжается. У нас мы сейчас перешли на новую образовательную платформу «Образование 4.0». Электронный журнал с обратной связью. То есть появилась возможность у учителя не только давать устные задания. Можно прикреплять файлы, объяснения какие-то, видеоролики, задания контрольные, самостоятельные. И получать обратную связь. То есть если какие-то вопросы у ребенка возникли, он имеет возможность задать вопрос учителю и получить на него ответ. Как отметила председатель комитета образования района Лия Андронюк, решение по отмене занятий у школьников, а также детсадовцев, было принято на межведомственной санитарной противоэпидемической комиссии при администрации муниципалитета. Занятия отменяются при одновременной заболеваемости более 20% учащихся. В целях минимизации последствий эпидемиологического распространения гриппа и ОРВИ на территории района введены комплекс карантинно-ограничительных мероприятий, которые включают в себя несколько мероприятий. Первое. Это отменены проведения в образовательных организациях культурно-массовые спортивные мероприятия в закрытых помещениях. Это не отменяет занятия на улице. Отменяется кабинетная система обучения и объединенные уроки на период вот этой неблагополучной ситуации. На сегодня полностью закрыты обе Игримские, а также средняя и начальная школы в Березово. В целом из 2167 учащихся этих четырех школ более 600 детей болеет ОРВИ. Среди детских садов это кораблик «Снежинка» и «Рябинушка». Частично приостановлен образовательный процесс в Нексим-Вольской школе, а также в детском саду «Малышок». Среди дошкольников число заболевших около 300 ребятишек. Если же брать общую ситуацию по району, среди всего населения за январь 2019-го уже зафиксировано 5 случаев гриппа. Карантин в образовательных учреждениях действует с 29 января по 4 февраля. В дальнейшем будет проходить мониторинг ситуации по заболеваемости и, следовательно, приниматься решение о продлении или отмене карантина. Станислав Лерьхов, Роман Тягунов, Атова и Березова. Не только в Игриме, как мы рассказывали ранее, но и в районном центре с рабочим визитом побывал уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ханты-Мансийском автономном округе Югре Николай Евлахов. Рабочее заседание прошло в администрации Березовского района с участием заместителей главы района Светланы Ушаровой, а также работников администрации муниципального образования, руководителей надзорных и налоговых органов и более десятка предпринимателей Березова. Всего в повестке заседания рассматривалось четыре вопроса, среди которых, в частности, о новеллах в налоговом законодательстве, поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, которую оказывала администрация Березовского района в прошлом году. Вопросы, касающиеся предпринимательского сообщества. Ответы на них перешли в дискуссию, результатом которой стали дополнительные пункты, внесенные в протокол заседания. К примеру, шла речь о расширении списка видов предпринимательской деятельности, по которым осуществляется частичная компенсация транспортных расходов, а также о дополнительной поддержке фермерских хозяйств, занимающихся животноводством. По окончании заседания Николай Евлахов провел прием по личным вопросам. Это плановая поездка. Мы осуществляем поездки для того, чтобы мониторить ситуацию на предпринимательской привлекательности и ситуацию в целом в регионе, в муниципальном образовании. Есть основные вопросы, которые мы рассматриваем. Это вот сейчас мы озвучили. Это налоговая нагрузка на имущество физических лиц, величественных лиц. Мы проводим работу также по муниципальным торговым объектам, по 34-му постановлению проводилась работа. И другие вопросы, которые мы рассматривали в муниципальных образованиях, мы тоже включаем в их, чтобы где-то в целях профилактики, где-то тоже есть. У вас такие же проблемы подобные, а может быть и положительный опыт. Это все рассматривается и принимается внимание, принимаем в работу. Это вся информация на сегодня. Если вы что-то пропустили, в любое время все наши программы теперь можно посмотреть и в социальных сетях. Группа АТО и Березова всегда ВКонтакте. В студии для вас работала Ангелина Губайдулина. До новых встреч! Ангелина Губайдулина. Ангелина Губайдулина. Ангелина Губайдулина.